Праздничный день 4 мая в Венспилсе начался с торжественного события, которое состоялось на улице Аболу, где прошло открытие благоустроенного места для спуска лодок на воду. Мы участвовали в конкурсе проектов, финансируемых Европейским Союзом. Проект был связан с борьбой с проконерством и сохранением рыбных ресурсов. Наш проект поддержали, мы получили финансирование. Так как было необходимо и софинансирование, нас, как всегда, поддержала Городская Дума. В рамках проекта была благоустроена прилегающая территория. Установлены новые спуски на воду и закуплен инвентарь, который впоследствии поможет бороться с браконьерами. В Венспилская полиция самоуправления фактически подключилась к контролю водного бассейна, расположенного на территории города, с целью бороться с браконьерством. Этот проект помог нам с приобретением материально-технической базы. Мы приобрели моторную лодку и другое оснащение. Благодаря проекту Венспилская муниципальная полиция приобрела новую лодку, которая поможет полицейским более эффективно исполнять свои обязанности. Во время праздничного мероприятия лодку торжественно спустили на воду. Своим присутствием мероприятие почтил один из самых известных рыболовов Латвии – Марис Олте. Только человек, у которого есть лодка и который пытался ее хоть раз спустить на воду, понимает всю значимость этого проекта. Важно ощущать, что о тебе позаботились, что тебя ждут. Я помню, как этот берег выглядел лет пять назад. Сейчас все очень красиво. Приятно видеть работу хорошего хозяина. При проведении соревнований были учтены правила и нормы латвийского рыболовства. Первые пять участников, выловивших щуку, вышли в финал. Среди участников соревнования была одна женщина, для которой рыбалка – это хобби. Илона рыбной ловлей увлекается много лет. Это может показаться странным, но именно я заразила своего мужа этим увлечением. Раньше он не ловил рыбу. Я впервые здесь. Все прошло хорошо, но хотелось бы еще лучше. Поймал только одну щуку. Одна – 64 сантиметра. Но зато это самая большая. Янису был вручен приз Венспилского самоуправления – электробур для подлёдного лова. Всего в соревнованиях приняли участие 32 рыболова.